Противоречивые данные приходят из Турции. После попытки государственного переворота прошло уже почти трое суток, но тревожные сообщения продолжают появляться на лентах информагентств. То стрельба в аэропорту, то эвакуация парламента, то опровержение. Прояснить ситуацию лучше всего на месте. Из турецкой столицы к нам присоединяется в прямом эфире Юлия Ольховская. Юлия, здравствуйте. Что сейчас происходит в Анкаре? Да, здравствуйте. Мы сейчас находимся в так называемом правительственном квартале Анкары. Здесь находится само правительство, турецкое парламент и здание других государственных учреждений. Однако не удивляйтесь, что мы стоим практически в темноте рядом с проезжей частью и входом в метро. Дело в том, что снимать сами правительственные учреждения и турецкий парламент в частности сейчас категорически запрещено. Поэтому нам выделили небольшой клочок асфальта рядом с проезжей частью. Справа от меня дорога. За ней находится парк. Я попрошу оператора показать. Сейчас темно, может быть, не очень хорошо видно. Тем не менее, за этим парком сам парламент. Но как только приближаешься уже к самому парку вместе с камерой, из-за деревьев уходят полицейские. Говорят, что любые съемки здесь запрещены. Что, впрочем, неудивительно. Меры безопасности в Анкаре сейчас усилены. Днем появилось сообщение о том, что на парламент готовится нападение. Позже это сообщение, судя по всему, не подтвердилось. Потому что людей сначала эвакуировали. Затем парламент продолжил работу в обычном режиме. Тем не менее, подъезды к зданию переградили автобусами. Здесь теперь круглосуточно дежурят вооруженные сотрудники турецких спецслужб. Буквально через несколько сотен метров от парламента здание Дворца правосудия. И там сегодня была стрельба. Стрелял, как сообщает Миссис Сим, мужчина в военной форме. Это довольно оживленный проспект Анкары. Однако преступник не успел никого ранить. Был быстро убит полицейскими. О его личности пока ничего не сообщается. Однако известно, что в самом суде сегодня допрашивали 27 человек, которых обвиняют в причастности к организации военного переворота. Премьер-министр Турции сегодня уточнил количество погибших и раненых. Погибли в общей сложности 208 человек. Из них 60 полицейских, трое солдат и 145 гражданских лиц. Ранен 1491 человек. В прессе тем временем появляется все больше подробностей, как действовали пучисты в ночь на 16 июля. В частности, стало известно, что президент Эрдоган уехал из отеля в Марморесе в прошлую пятницу буквально за полчаса до того, как туда прибыли мятежники. Как сообщает Аль-Джазира, в Марморес прилетели три вертолета с 40 вооруженными военными, которые собирались арестовать или убить президента Турции. Мятежники спустились из вертолета к отелю по тросу. Однако к тому времени Эрдоган уже вылетел в Стамбул на своем бизнес-джете. Всю дорогу его сопровождали два истребителя мятежников F-16. Однако самолет Эрдогана все же смог добраться до аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле. Арабский телеканал также ссылается на переписку пучистов, из которой следует, что главным вдохновителем переворота был бывший главком ВВС Турции, Акин Астюрк. Одни СМИ сообщают, что он уже сам в этом признался, другие, что Астюрк, напротив, отрицает свою вину. В турецкой прессе также появляются фотографии тех объектов, которые бомбили во время ночных беспорядков в Анкаре. В здании национальной ассамблеи, например, выбиты стекла. В некоторых помещениях разрушены потолки и стены. От взрывов сильно пострадала и штаб-квартира турецких спецслужб. Иностранным журналистам в Анкаре работать сейчас довольно сложно. Полиция не разрешает снимать практически ничего в правительственном квартале. Кроме того, в местах массового скопления людей, например, на Центральной площади, очень много переодетых в штатское сотрудников местных спецслужб, которые следят за обстановкой и устраивают допросы тех, кто им покажется подозрительным. Военных на улицах Анкары нет, в отличие от Стамбула. Там утром было объявлено военное положение. Стянуты отряды спецназа. Их разместили на стратегически важных объектах. И приказали без предупреждения сбивать все вертолеты, которые выполняют полеты над городом, без разрешения властей. А воздушное пространство над Мраморным морем оставили закрытым еще на пять дней. Турецкие аэропорты при этом работают в штатном режиме. Практически все рейсы прибывают и отправляются по расписанию. По всей стране тем временем идут массовые увольнения. Своей должности уже потеряли 9 тысяч чиновников, в том числе 30 губернаторов, а также почти 8 тысяч офицеров полиции. С каждым часом растет и число задержанных. Их уже больше 7,5 тысяч. Среди них немало высокопоставленных чинов. Утром в Стамбуле арестовали начальника Академии ВВС. А в Саудовской Аравии по запросу Анкары задержали причастного к мятежу военного атташе Турции. В турецкой прессе активно обсуждают возможность снятия моратория на смертную казнь. Сам Эрдоган против этой идеи, судя по всему, не возражает. Мы не можем игнорировать требования народа в демократическом государстве. Это ваше право. Оно будет оценено в рамках конституционного процесса в соответствующих инстанциях. Там может быть принято решение. Сегодня же в одной из турецких газет появилось интервью адвоката восьми военных, которые попросили убежище в Греции. Напомню, их вертолет приземлился в городе Александрополис. Это недалеко от турецко-греческой границы. И в Греции они попросили убежище. Так вот, адвокат говорит, что процесс рассмотрения запроса турецких властей об их экстрадиции уже начат, но он может затянуться на долгие месяцы, а то и годы. А турки просят не выдавать их властям, поскольку, как сами они утверждают, в скором времени на родине их может ждать смертная казнь. Коллеги. Да, спасибо, Юлия Ольховская в прямом эфире из Анкары.